Рейтинг потребителей тепловой энергии подвели и поставщики тепла. Номинантов разделили на три категории – образцовый потребитель, должник и злостный неплательщик. Хороших компаний оказалось всего три. Это УК «Заполярье и сервис», ЖСК «Мурманск-37», ТСЖ «Кольский», дом 88. Тех, кто ходит в должниках и вовсе не платит за услуги – шесть. Это ТСЖ «Южное», УК «Северсервис», Мурманское коммунальное управление, Мурманс-2 и Метео. Среди недобросовестных и Октябрьское ЖЭО долг только у этой компании составляет 630 миллионов рублей. Мурманское ТЭЦ от всех управляшек недосчиталось 1 миллиарда 800 тысяч рублей. Тем, кто исправно перечисляет деньги за тепло, вручили грамоты и памятные подарки. А антилидерам приготовили черные метки и зажимы для денег, так и неперечисленных ТЭЦ. Такие организации, о которых я говорил выше, пользуясь нашим действующим жилищным законодательством, собирают наши деньги и не перечисляют их. Единственный способ – это взыскивать эти деньги через суд, получать исполнительные листы и предъявлять их потом через службу судебных приставов, либо непосредственно банковской организации.